МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Завершает свою работу парламент 20-го созыва. Мы все с вами прожили непростые 4 года, но то, что происходило на парламентской площадке, беспрецедентно даже для нашей республики. Партии, за которые проголосовало меньшинство избирателей, сформировали демократическое большинство частного интереса. Иными словами, подвели даже собственных избирателей. Единственной политической силой, сумевшей не просто сохранить свой потенциал, но и значительно нарастить его, была и остается партия социалистов. Итак, какой след эти 4 года оставили в истории Республики Молдова? Поговорим с председателем партии социалистов Зинаидой Гречаной. Здравствуйте! Здравствуйте! Зинаида Петровна, мы, в общем-то, подойдем... Вот ты подошел к концу мандат парламента 20-го созыва. Сегодня, в день нашей встречи, 30 ноября, составилось последнее пленарное заседание. Чем войдет в историю Республики Молдова этот парламент? Чем он запомнится гражданам, которые голосовали за этот состав парламента? Я не знаю, я бы поставила вопрос немножко по-другому. Насколько велико доверие граждан после 4 лет нынешнего парламента к этому парламенту? Я бы тут сказала, что это самое низкое доверие граждан со стороны людей, простых людей к парламентскому институту вообще и к депутатам в целом, к нынешнему составу парламента. Почему? Об этом говорят все социологические опросы. И я думаю, что наш этот созыв парламента, который давно должен был уйти в историю, и фракция социалистов, партия социалистов всегда об этом говорила, что этот созыв парламента не имеет под собой в таком составе никакой лидий системной базы, потому что народ в 2014 году не голосовал за такой состав парламента. И вы в своем вступительном условии сказали, что это действительно так. Партия, которая вошла в парламент, имеет 19 мандатов, сегодня контролирует где-то 60 мандатов. Сегодня появились в парламенте какие-то фракции, группы, за которых вообще люди не голосовали. А самое большое достижение, чем проставился наш парламент, нынешние созывы, это самая большая миграция депутатов из одной фракции в другую, то есть в фракцию большинства, которые собрали всех вместе, хотя народ не голосовал за такое количество депутатов от партии демократов. Все они прошли от других партий. И этот нынешний состав парламента, собрав таким образом парламентское большинство, они проголосовали за правительство, которое было проголосовано, когда под стенами парламента были протесты и ночное правительство, про которое все говорят. Чем еще прославился нынешний парламент? В состав парламента вошли те люди, которые пытались скрыть кражу миллиардов в 2014 году, накануне парламентских выборов и пытались скрыть этот парламент. И вы знаете, что первый политик, который сказал об этом, был в парламенте еще тогда председатель партии социалистов, нынешний президент Игорь Николаевич Дадон. Если бы тогда, может быть, им бы даже удалось это скрыть. Нынешнее парламентское большинство сделало все возможное, чтобы изменить законодательство в различных областях, чтобы им было комфортабельно не только править, но чтобы защитить и свои личные интересы, и партийные интересы. Только не интересы граждан и не интересы в целом нашей страны. Конечно, это большинство, которое набрало очень много кредитов, которые потом нам необходимо будет возвращать. Это большинство, которое не смогло обеспечить никакие реформы устойчивые. Это большинство, которое проводило реформы только в общерп наших людей. Это в целом, потому что можно говорить об этом очень долго и много. Так или иначе, мы как раз эти темы и будем с вами поднимать на протяжении вот этого часа. Зима Петровна, на протяжении всех четырех лет вы, ваша фракция, выдвигали в парламенте различные инициативы во всех сферах – политической, социальной, экономической, юридической. Это и отмена закона о возврате до миллиарда за счет наших доходов, доходов населения. Учреждение семейного капитала, ваша инициатива, индексация пенсии два раза в год, многие другие проекты, которые представляли значимость для всех слоев населения, для всех граждан страны. Как вы думаете, почему эти инициативы не были проголосованы, не были приняты парламентским большинством? И вот какова дальнейшая судьба этих законопроектов? Ну, во-первых, мы в целом за этот созыв, за четыре года фракция социалистов выдвинула 283 законодательные инициативы, которые были зарегистрированы. К сожалению, только 50 из них были проголосованы в парламенте. 132 законодательные инициативы просто категорически были отклонены, иногда без всякого аргумента, почему. Потому что мы выдвигали инициативы в интересах наших граждан, начиная от материнского капитала и кончая, наверное, с защиты наших товаропроизводителей, защиты нашего бизнеса, чтобы заработала экономика. Инициативы у нас было очень много. 101 законодательная инициатива остается просто в подвешенном состоянии, то есть некоторые из них рассмотрены в первом чтении, некоторые имеют уже рассмотрены во всех парламентских комиссиях и должны быть допущены до того, чтобы их утвердили или отклонили на заседание парламента. Но они не были включены в повестку дня. Вчера некоторые наши коллеги из других фракций пытались поставить свои законодательные инициативы в повестку дня, те, которые не были рассмотрены на заседание парламента. Но если бы мы таких начали выдвигать, все наши инициативы, которые не дошли до пленарного заседания, так их было больше ста. Вы представляете, мы бы два дня сидели только аргументировали, почему эти инициативы необходимо включить. Мы не пошли по этому пути. Мы просто знаем и точно уверены, что эти законодательные инициативы, мы их подготовили, все они у нас есть. Это сотни инициатив, которые будут утверждены в следующем парламенте. Почему они не утвердили законодательную инициативу президента, а мы и вчера предлагали утвердить, зарегистрировали вновь эту законодательную инициативу по отмене закона по краже миллиарда, который переложил на плечи граждан, на плечи бюджета государственного возврата этого миллиарда и миллиарда евро. И в конце концов мы прекрасно понимаем, что нынешние правители, они никак не хотят утвердить такой закон, потому что им это невыгодно. Им проще простого вернуть из бюджета, потому что никто в реальности, никто не в нынешнем составе правительства, в нынешнем составе парламента, никто из них не будет искать, правящая коалиция не будет искать этот миллиард, у кого он застрял. А он застрял в их собственных карманах, поэтому ничего они никакие не будут предпринимать. Но в любом случае это будет один из наших приоритетов. В следующем парламенте мы обязательно это утвердим. И как и наряду со всеми социальными инициативами, которыми мы собираемся утверждать, у нас есть полный список. И я хочу сказать, что все эти инициативы, которые выдвигались фракцией социалистов в парламенте, они базировались на нашей предвыборной избирательной платформе, с которой мы шли к людям в 2014 году, благодаря которым наша избирательная платформа, нам избиратель поверил тогда, в 2014 году, хотя никто тогда не верил. А сегодня доверие у партии социалистов самое большое среди всех политических партий. Но это не означает, что мы просто сидим сложа руки. Мы работаем. Мы как раз с вами встречаемся. Дата 30 ноября, знаковая для партии социалистов. Четыре года назад была объявлена как раз результата выборов. И в этом контексте я бы хотела, конечно, сказать огромное спасибо нашим избирателям за то, что они нам поверили тогда. Мы не подвели никого и все из своих обещаний, которые мы сказали, что мы это будем делать, мы это сделали. Мы были постоянно возле людей. Наши депутаты постоянно проводили прием граждан, и не только депутаты, но и все наши коллеги и советники различных уровней, и примары, которые есть, и руководители районов персонально были постоянно возле людей. Кроме того, мы выдвигали многие не только законодательные инициативы, но и требования заслушать в парламенте тех или иных ответственных лиц правительства, чтобы они пришли с объяснениями. Причем наши требования о слушаниях были совершенно различны. Вы помните тот скандал, что был с питанием в детских дошкольных учреждениях, или то, что касается строительства гидростанций на реке Днестр, или то, что касается тарифов на медицинские услуги, или бесплатные медикаменты. Многие другие. Или что касается той валоризации пенсии, которую провели, когда пришла касса национального страхования и представили нам данные, что первый этап валоризации пенсии был где-то в пределах 40 лей на человека, так это называется валоризация пенсии. То есть та реформа пенсионная, которая была проведена, она совершенно идет в разрез интересов граждан, потому что 130 тысяч пенсионеров из 650, они практически остались за бортом, никакой индексации у них не будет. Или то, что не пересчитывается пенсия для тех переработающих пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают работать, им не производится никакой перерасчет. То есть есть очень много-много вопросов, как вы упомянули, и материнский капитал, и некоторые льготы для семей многодетных, что касается и налоговых льгот. Все эти вопросы можно перечислять очень долго, но они очень актуальны для людей, поэтому мы их, конечно, будем продвигать и дальше. Зимна Петровна, на вчерашнем заседании в парламенте выступили с инициативой о введении моратория на мораторий до выборов на приватизацию остатков государственной собственности, государственных предприятий, а также мораторий на реализацию административной территориальной реформы. Обе инициативы отклонены, но в связи с чем вчера ваша фракция и покинула заседание? Вот вопрос такой, у вас есть подозрения относительно того, что остатки государственной собственности буквально в ближайшие дни утекут из казны? Или же есть, ну не знаю, иные соображения? Вы знаете, а у нас есть реальные примеры. Вы знаете, как было приватизировано Айр Молдова, и сколько мы не требовали, чтобы пришли, объяснили в парламенте, в пленарном заседании, что произошло с этой вообще непонятной приватизацией? Так никто и не явился. Хотя информация ради справедливости нужно сказать, что какая-то маленькая информация была предоставлена в рамках комиссии по бюджету и финансов, были слушаны, но они совершенно ничего не уточнили, и мы не получили никакие уточненные данные. Поэтому, конечно, у нас возник вопрос. Вы знаете, что мы и ранее предлагали, у нас была законодательная инициатива, ряд предприятий исключить из списка подлежащих приватизации. Этот список, конечно, отклонили нам правящее большинство. Поэтому мы и пришли. Давайте мы объявим мораторий на 6 месяцев, пока не придет новое правительство, не придет новый парламент и будет решать, что же делать дальше с этим списком предприятий. Да, как формировать бюджет. Как формировать бюджет и что делать с этим списком предприятий, которые сегодня по закону подлежат приватизации. Мы предложили. И причем на это могли бы, если бы у них совесть была чиста, могли спокойно пойти на этот шаг и сказать, да, мы согласны с этим. Чего они боятся? Почему отклонили? А почему в этот период, пока мы готовимся к избирательной кампании, которая начнется 24 декабря и 24 февраля будут выборы, потом, пока сформируется парламент правительства, почему нельзя объявить мораторий на это? Мне кажется, что это абсолютно нормально, поэтому мы и говорим, мы не стали перечислять все свои слишком, свыше 100 законодательных инициатив, которые остались сегодня просто не рассмотрены в пленарном заседании, а находятся в парламенте. Мы предложили, давайте, вещи, которые очень рациональны для начала избирательной кампании. Сегодня в территории, куда мы не идем, все спрашивают о будущей административно-территориальной реформе. Сегодня говорят, и все руководители населенных пунктов, примары спрашивают, и спрашивают, и советники, и простые люди, что же будет, если у нас примария вдруг исчезнет, и будут примарить там только где 5 тысяч населения. Это означает, что все услуги, и кадастровые, и какие-то финансовые, и какие-то другие услуги исчезнуты из данной местности, потому что там не будет примарии, и они будут более отдалены от реального человека. Представители власти, получается, надо больше времени куда-то ехать. Куда-то ездить. А расстояние, и учитывая состояние дорог молдавских, конечно, это очень большая проблема. И тем более, населенные пункты, если там они уже сделали реформу, закрыли свыше 200 школ, нынешние правители, нет школы. Нет школы, разрушился и дом культуры. Исчез медицинский пункт или центр вот этого семейных врачей. Ну, пусть не центр там, хоть какой-то фельдшер есть. Исчезает. Исчезает и примария, и что? Населенного пункта просто нет. Мы хотим ликвидировать наши села, или в чем вопрос? И, кроме того, мы знаем прекрасно, все эти видим, что провели ту реорганизацию некоторых публичных учреждений, в том числе и учреждений здравоохранения, и учреждений образования, и учреждений судебных учреждений. Они сконцентрировали так, чтобы это было под будущие уезды. Нам этого нужно. Мы в 98-м году провели, Молдова провела такую реформу и перешли к уездам. Что с этого получилось? Полный крах. Потому что я, может быть, очень по-простому объясняю людям, я говорю, ну, когда несколько бед объединяешь в одну, получается большая беда или большая бедность. Не бывает. Тогда из 11 уездов только сам Кишинев был на самообеспечении, все остальные были датированы из государственного бюджета от 30 до 70, до 80 процентов. Зачем нам нужно? Создавайте налоговую базу, и тогда будете говорить о финансовой самостоятельности, будете говорить о децентрализации. Власть сегодня говорит о децентрализации, о местном самоуправлении, что больше полномочий у местных властей, а в реальности занимаются ничем иным, как полной централизацией тут в центре или на каких-то региональных уровнях. Поэтому мы сказали, давайте, чтобы избирательная кампания прошла мирно, чтобы никто не мутил воду на местном уровне. Давайте объявим этот мораторий на реформу, административно-территоральную реформу. Придет новый парламент, придет новое правительство, соберутся все вместе, решат, нужно нам что-то делать. Я думаю, что не нужно, это вообще не должно быть. И не должны говорить, чего эту маленькую Молдову столько раз делить, переделывать. И это только лишние траты, потому что любая реформа на первоначальном этапе берет очень много средств, необходимых дополнительно для проведения таковой реформы. Мы считаем, что это абсолютно не рационально. Тем более, что через это Молдова прошла в 1998 году, потом вернулись назад. Не следует наступать несколько раз на одни и те же грабли. Кроме того, мы предложили еще, почему мы вчера ушли из заседания парламента, мы предложили повторно законопроект по отмене этого закона по краже миллиарда, который возложили на бюджет, а следовательно на людей. Конечно, правящее большинство, я уже объяснила, не согласилось на такое. Поэтому нам нечего было делать в этом парламенте. Мы высказали свою позицию очень четко и покинули зал заседания. Мы идем, говорим с людьми, объясняем людям. Я думаю, что для нас, для фракции социалистов, более эффективно говорить глаза в глаза с людьми, объяснять людям, что происходит, тем более, что люди хотят этого общения. Относительно административно-территориальной реформы, хочу сказать, что инициатива о переводе на уезды еще в 90-х годах попахивала таким нафталином. А сейчас, если снова опять реанимировать ее, в то время, когда весь мир развивается по законам менеджмента, такое сетевое окружение, когда регионам, большим, маленьким или другим конгломератам дается максимальная свобода экономическая, для того, чтобы он формировал свой бюджет, создавал какую-то социальную ориентированную атмосферу, для того, чтобы людям было интересно находиться в этом регионе, не только в столице концентрироваться. Все правильно. Но власть у нас почему-то не понимает одной простой вещи. Не от централизации или децентрализации зависит экономическая база любой территории. Мы всегда говорим, что чем богаче будут наши регионы, наши территории, тем богаче будет страна. Власть этого не понимает, потому что сегодня практически вся экономика на уровне 70 с лишним процентов концентрирована тут, в Кишневе. Если мы не создадим экономическую базу в любой территории, а это и развитие малого и среднего бизнеса, большие и крупные предприятия, конечно, мы там не создадим, но дайте людям возможность развивать свое производство, стимулируйте это. И нужна и политическая стабильность для того, чтобы в Молдову пришли инвестиции. Да, чтобы можно было планировать. Чтобы можно было планировать и чтобы можно и нужна устойчивая налоговая политика. Мы говорили и не раз предлагали в нынешнем парламенте, давайте налоговую политику примем на законодательном уровне, что налоговая политика может меняться только раз в три года. Хотя бы на первом этапе. Хотя я думаю, что в нашей Молдове эта стабильность может быть обеспечена и на более длительный период. А не каждые полгода менять эту налоговую политику, никто не понимает, к чему готовиться и что делать. Дайте людям простимулировать, чтобы они инвестировали те средства, которые есть. Сегодня у нас деньги в принципе есть в стране, но они крутятся где-то в теневой экономике. Я опять привожу пример. Индикатор теневой экономики. В 2009 году наличность, которая крутится на рынке, было 6 миллиардов лень. Сегодня это практически 19 миллиардов. Во сколько? Это индикатор теневой экономики. Во сколько увеличилась теневая экономика? Это данные банковской системы, Национального банка. Поэтому от этого никуда не уйдешь. Власть должна понимать, что нельзя территориям давать какие-то поручения, они не имеют спускать какие-то дополнительные обязанности и не давать под это деньги. А у нас сплошной рядом принятые законы, которые написаны. В пределах имеющихся средства. Это что означает? Это означает, что это закон на бумаге, и он никогда не заработает, потому что под это нет денег. Декларативно показывать партнерам своим за рубежом, что вот мы приняли этот закон, потому что это соответствует европейским стандартам, а как он заработает. Они когда-то задавались этим вопросом, как он заработает, а он никак не заработает, потому что под это нет никакого финансового обеспечения. Зато, видите, сопровождается такими мантрами, когда буквально заговаривают, это продиктовано соглашением, подписанным в 2014 году, это требования Европейского Союза. Это как заклинание. И вот цифры, которые вы привели, мне кажется, это такая яркая, точнее точная черная метка сегодняшней власти. Потому что, смотрите, ведь то, что 19 миллиардов леев сейчас является оборотом теневого бизнеса, это не говорит о том, что... Нельзя говорить, что это точно оборот только теневого бизнеса, это наличность, которая находится на рынке Молдовы. Но когда эта наличность растет, это, соответственно, растет и теневой бизнес. Понимаем, но это как раз не означает, что это включен печатный станок. Это говорит о том, что из, будем говорить, из официального или легального бизнеса, получается, там сократилась доля оборотных средств. И это как раз говорит о падении доверия к власти, потому что люди, которые располагают или которые, занимаясь бизнесом, располагают средствами, просто боятся, что таким образом легализуя капитал, он у них исчезнет, будет изъят. Да, это точно. Несмотря на все те законы, которые приняли по легализации капитала. Но дело в том, что нет доверия к власти, нет политической стабильности, нет доверия к власти. Именно из-за тех моментов, что я говорила, меняет законодательство, когда вздумается, как вздумается. Если меняет законодательство под одного экономического агента, это значит в ущерб другому. И что бы ни говорили они о каких-то послаблениях, о том, что нет налоговых проверок, что бы тут ни говорили, все равно бизнес не верит и нет доверия. Вы знаете, что президент Игорь Николаевич Датон провел экономический форум с российским бизнесом, были представители российского бизнеса, сотни этих представителей, которые очень открыто сказали, мы готовы вложить в экономику Молдовы ежегодно 1 миллиард долларов. Но нам нужно доверие, чтобы мы имели доверие к власти, чтобы мы имели политическую стабильность. Это означает, что, соответственно, экономическая стабильность. Нужна власть та, которая не будет мешать бизнесу. Правильно, которая будет гарантировать безопасность этим вложениям, инвестициям. И тут, конечно, очень многое зависит о судебной системе, которую очень много любили власти. Причем европейские партнеры власти всегда говорили, что в Молдове идут реформы, в том числе очень хорошие. Молдова – это история успеха. И во всех областях. Что в реальности получилось сегодня? Сами европейские и их партнеры говорят, что нет доверия к нынешней власти, что Молдова не получит никакого финансирования. Мы давно говорим, какое макрофинансирование. Для бюджета. Это значит, деньги никуда. Это деньги на проедание. Это деньги, которые не принесут какую-то добавленную стоимость. Давайте вот конкретные проекты. И отслеживайте это. Доверяли до сих пор. Сейчас, видимо, и европейцы решили не доверять нынешней власти. И посмотреть, что произойдет после выборов. Если снова вернуться к обсуждению того, что происходило все эти четыре года на партнерской площадке. Хочется сказать, что тем не менее, несмотря на то, что парламентское большинство так активно и постоянно блокировало инициативу партии социалистов, за последние четыре года партии удалось добиться существенных результатов. Поспособствовали отставке двух правительств. Это тоже заслуга партии социалистов. Целого ряда министров отправили тоже в историю. Девять министров. Да, девять министров. Привели прием сотен тысяч граждан Республики Молдова по самым разным вопросам, которые беспокоили, которые буквально являлись делом жизни и смерти гражданина. То есть он сталкивался с самыми разными проблемами. Вот партия социалистов, судя по социологическим вопросам, лидер рейтинга доверия. Это тоже один из важных показателей. Самая популярная народная партия. И тогда такой вопрос. Как вы думаете, почему граждане доверяют и верят оппозиционной сегодня партии социалистов больше, чем правящим партиям, правящей демократической партией? Почему так? Ведь у демпартии такой мощный административный ресурс. Решение проблем. Если выставить, я не знаю, есть ли там прием граждан, можно ли выставить какую-то очередь и обратиться к своей проблемой. То есть понимание того, что там есть административный ресурс, есть, наверное, телефонная, не знаю, телеграфная или еще какое-то право реализовать, которое очень легко. Но, тем не менее, доверие у демпартии, согласно этим вопросам, ну, знаете, оставляет желать, наверное, руководителям этой партии лучшего. Ну, давайте скажем так. Мы в самом начале задекларировали себя в парламенте, что мы уходим в оппозицию, в жесткую оппозицию. Будем бороться с нынешней властью, потому что мы понимали, кто пришел к власти, какие партии пришли, которые, опять-таки, давайте скажем, создали ту базу, законодательную, в том числе, базу для краж миллиарда, которые проводили те реформы, которые не имели никакой поддержки у населения, в том числе в области здравоохранения, в области образования. Поэтому, конечно, мы не могли пойти на какую-то коалицию с такими, кто прошел в парламент. Мы свое слово сдержали. Если все остальные где-то разбежались по другим и прибежали к правящей партии, наша фракция осталась практически полностью в полном составе. Почему социалистов больше всего видно в территории? По одной простой причине, что у нас, наверное, избирательная кампания никогда не заканчивается. Мы после 2014 года, когда вошли в таком составе парламент, мы сказали, что мы будем постоянно возле людей, мы будем говорить с людьми. И это не только прием граждан, которые проводят наши депутаты, и прием граждан, которые, я уже говорила, проводят все другие советники, примари на всех уровней. Но это и реальная работа с людьми, потому что к нам иногда приходят и в офис партии, и в офисы партии в территории. Наши депутаты всегда приводят прием, кроме административных зданий, которые есть в распоряжении, проводят и в офисе партии социалистов на местах в каждом регионе. И в каждом населенном пункте практически мы бываем, проводим прием граждан. Люди обращаются с различными проблемами. Иногда приходят с некоторыми проблемами, которые говорят, что вот мы ко всем обращались, мы обошли все инстанции. Абсолютно все инстанции пришли к вам, как к последнюю инстанцию. И мы говорим, мы же просто политическая партия, вот давайте. Но мы относимся по-человечески, мы говорим с людьми, мы объясняем, куда он, если это юридическая проблема, мы ему объясняем, куда он может обратиться. Мы даем какую-то бесплатную юридическую консультацию, где можно конкретно помочь каким-то людям или каким-то учреждениям, которым должны помогать, в принципе, и они должны быть включены, чтобы власть помогала. Они не находят никакой поддержки, конечно, мы оказываем им всяческую поддержку. Это не только, вы знаете, мы, что делают наши активисты, я думаю, что это нам очень хорошо помогает, потому что наши активисты вот до начала избирательной кампании раз в месяц разносят нашу партийную газету социалистов, в которой абсолютно вся информация и о деятельности, партия деятельности, в том числе и чем занимается президент, что нужно сделать еще, какие у нас планы на будущее. Мы общаемся просто с людьми, это делают наши активисты, это не делают почтальон, мы ходим к людям, объясняем. И различные благотворительные акции, которые мы организуем хорошо, и политические, мобилизационные акции, потому что мы всегда приглашаем людей на 1 мая, на 9 мая. Это постоянно делаем. Ну и, конечно, то, что мы проводим чисто политические мероприятия, митинги протеста против нынешней власти, мы людям объясняем, рассказываем, что это такое. Поэтому люди больше всего нас узнают. Мы не засыпаем на каких-то лаврах и говорим, что вот если у сегодня самая большая узнаваемость и доверие к партии социалистов, мы просто будем сидеть сложа руки, и нам результаты на выборах сами избиратели принесут на тарелочке с голубой каемочкой. Для этого очень много нужно работать. И это нужно работать постоянно с людьми в каждом населенном пункте. У нас есть партийные ячейки в каждом населенном пункте Молдовы. И они очень активны. Поэтому нас и узнают. И доверие. Потому что когда с человеком говоришь, когда человеку объясняешь, когда к человеку относишься по-человечески, а не просто футболишь его куда-то и говоришь, да ты кто такой-то, зачем пришел, и что я тебе могу помочь. И что я могу сделать. Нет, общение очень много значит. Мы это дальше будем делать. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы взять всю полноту власти, ответственность на себя за всю власть в стране. Предлагаю поговорить о предстоящих парламентских выборах. Партия социалистов единственная партия, которая провела вот такой обширный праймерис на территории всей страны. Не только. Да, и не только. Путем народного голосования были определены кандидаты от партии социалистов по одномодатным округам, которые еще, конечно, надо будет, наверное, если я правильно понимаю, предстоит еще утвердить. 18 ноября вы провели масштабный, мощный митинг протеста в столице и обозначили 10 приоритетов партии социалистов в будущем парламенте Республики Молдова. Вот ваша оценка, как прошла сама процедура, как сам праймерис, на ваш взгляд, прошел? Довольны ли вы кандидатами, которые были практически, в общем-то, ну знаете, выдвиженцами из народа? Из народа. Ну давайте скажем так, что у нас в законодательстве молдавском нигде не прописано вот какие-то предварительные выборы кандидатов по одномандатным округам. Это все новое, и это наша выдумка, давайте скажем, партийная. Мы решили не просто, что актив политисполком партии соберется и назначит того или иного кандидата по одномандатному избирательному округу. Можно было пойти по этой процедуре, и Республиканский совет партии утвердил, что этих кандидатов нет никакой проблемы. Но мы решили все-таки посоветоваться с нашими активистами, с нашими сторонниками на местах и посмотреть, что люди скажут. И решили провести, как вы назвали, своего рода праймерис в каждом избирательном округе, чтобы посмотрели, насколько люди. Конечно, мы приглашали и вместе с митингами протесты против нынешней власти, причем нынешней власти, которая правит страной уже 9 лет, которой уже давно пора, все политические сроки истекли. И, наверное, людям очень надоела эта власть, поэтому и доверие самое низкое к нынешней власти. И, конечно, мы провели эти праймерис, где были выдвинуты будущие кандидаты в депутаты по мандатным округам. Вы правильно заметили, они должны быть утверждены в основный срок Республиканскому совету партии. Это будет сделано, соблюдая абсолютно все процедуры. Но мы хотели протестировать. Насколько люди доверяют и насколько известны эти люди в территории, потому что они имели до тех пор все абсолютно задания работать, чтобы они были узнаваемы в территории, чтобы они работали с людьми. Это наша политическая борьба, наша политическая работа, в конце концов. Поэтому мы выдвигали самых известных, они предлагали самые известные люди, которые в основном... То есть это все практически члены партии социалистов. У нас нет каких-то выдвиженцев, которые не являются членами партии или которые пойдут к каким-то будущим независимым кандидатам. Они все идут под символом партии социалистов, под звездочкой. Поэтому я говорила людям, нам будет проще объяснять электорату, потому что и партийный список будет под звездочкой, и наши кандидаты все будут под звездочкой. На следующих выборах это будет несложно. Но эти люди, которым есть доверие, конечно, какие-то изменения могут еще быть, потому что у нас еще очень много политической работы в этот период. И до... когда будет в декабре месяц необходимо провести республиканский совет, конечно, могут быть и какие-то изменения. Наши, те люди, которых поддержали в территории, об этом знают, потому что если... Ну, у нас нету таких. У меня нет сомнений ни насчет одного человека, которых были выдвинуты с мест. Нам это нужно было. Что касается 18 ноября, конечно, митинги протеста, которые были организованы во всех одномандатных округах, во всех территориях, они должны были чем-то завершиться. И мы предложили нашим сторонникам, нашим активистам, членам партии, давайте проведем митинг, такой митинг протеста против нынешней власти в Кишневе. И я хочу сказать, что поддержка была огромная. Вы видели, какое было участие людей на этом митинге, на строй людей, потому что мы прошли двумя колоннами в Кишневе. Все приехали, и настрой был очень такой, ну, как скажем, готова к борьбе, к борьбе за власть. И если хотите, и сплочение очень большое, это сплочение команды. То, что мы приняли эти 10 направлений, это является, чтобы вы понимали, они, эти 10 пунктов, откуда они взялись? Они взялись из того проекта социально-экономического развития страны на будущие 4 года, который будет лежать в основе нашей политической платформы, предвыборной платформы. Поэтому там ничего нового нет. Есть то, что мы знаем, и то, за что мы боремся практически в течение 9 лет, партия социалистов. Зинаи Петровна, вы и сами кандидат по одном отдатному округу номер один, бричаны, и вам приходится регулярно встречаться с гражданами. Не приходится, это, в общем-то, наверное, часть вашей жизни, встреча с гражданами, с теми, кто за вас голосует. О чем говорят сегодня наши с вами сограждане? Какие проблемы озвучивают чаще всего? С чем приходят? Чего ждут? Это, в принципе, то, что включает в себя вот эти 10 основных направлений, которые будут лежать в основе нашей политической платформы. Кроме этого, конечно, людей волнуют самые бытовые и простые вопросы в территории. Это и вода и канализация, это и обеспечение топливом, это и тарифы на коммунальные услуги, и различные медицинские вопросы, совершенно не действия медицинского полюса. Поэтому у нас одно из направлений есть. Это и маленькое пенсионное обеспечение, то, что не проводится индексация, как мы предлагали, два раза в год. То, что обязательно нужно сделать. И очень низкие уровни индексации. Те 130 тысяч пенсионеров, которые остались за бортом, никто за них не вспоминает в этой реформе пенсионной, которую провели власти. Это многое другое. Это и, конечно, рынки сбыта, потому что производители наши, в основном сельхозпроизводители, постоянно поднимают этот вопрос рынков сбыта. Хорошо, что Игорю Николаевичу удалось договориться с президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, чтобы и какой-то в дальнейшем пошла подмога, чтобы наши производители получили вот эти отказы от таможенных пошлин, которые и останется у них больше средств в территории. Это означает, что и больше рабочих мест они смогут развить свое производство. Это и, конечно, вопросы наших трудовых мигрантов. Кстати, сказать, это очень важный вопрос для наших трудовых мигрантов, потому что на этой официальной встрече, которая была у Игоря Николаевича с Владимиром Владимировичем, кроме таможенных пошлин по пяти товарным позициям, отказа от таможенных пошлин, кроме этого есть еще и некоторые амнистии для наших трудовых мигрантов. Это касается 26-27 статьи, сейчас разрабатывается механизм. Игорь Николаевич встречался в Москве и в Санкт-Петербурге с нашей диаспорой, и эти вопросы также поднимались. А у тех наших трудовых мигрантов, которые находятся в Российской Федерации, семьи тут практически, наверное, у каждой третьей семьи кто-то работает в Российской Федерации, присылают сюда деньги. Поэтому это самые насущные вопросы и бытовые, и которые касаются в целом системы работы государства, правительства, которое должно затрагивать. Потому что эти вопросы, которые сегодня обсуждает Игорь Николаевич, это должно обсуждать правительство. И то необходимое соглашение между Российской Федерацией и Молдавским правительством, которые не хочет подписывать Молдавское правительство с Россией по социальной защите наших граждан, которые, взаимной социальной защите граждан, которые работают в Российской Федерации, или те, которые находятся тут. Поэтому очень много таких вопросов. Люди постоянно спрашивают про это. И, конечно, люди всегда спрашивают про эту кражу века, благодаря которой Молдова прославилась в отрицательном моменте. И, конечно, многие-многие другие вопросы, которые интересуют людей. Потому что меня спрашивают, как можно прожить на пенсию на то социальное пособие, которое я получаю 600 леи или другое, что скажешь твоей бабушке. Как можно, если я имею стажеработу 45 лет, а мне и работаю уже после пенсии столько времени, мне ни разу не пересчитали пенсию. То есть совершенно и медицинское обслуживание, это сплошь и рядом вопросы. Зина Петровна, вот под занавес еще два вопроса. Первый из них. Как вы расцениваете шансы на победу партии социалистов на предстоящих парламентских выборах? Сумеет ли партия социалистов получить всю полноту власти? А мы к этому готовимся, наверное, сразу после того, мы к этому шли, давайте скажем так, постепенно. Потому что благодаря тому доверию, которое мы получили у людей, мы получили четверть парламента в 2014 году, благодаря поддержке людей, которые поддержали партию социалистов в выдвижении с партии социалистов, Игорь Николаевич Сададон стал президентом всенародно избранным. Мы к этой цели готовимся и идем не вот просто так, что ниоткуда появились социалисты, они придут во власти и возьмут всю полноту ответственности власти за себя. Мы к этому готовы. У нас есть команда, мы знаем, как это сделать. У нас есть люди, которые имеют богатый опыт в руководстве страной. Поэтому мы к этому готовы. Понимаю. И учитывая то, что перед нами, мы находимся в преддверии очередной избирательной кампании, которая обещает быть непростой, наверное, одной из самых непростых, с какими приходится сталкиваться. Вот с каким посланием вы бы обратились сегодня к нашим избирателям? К нашим телезрителям, всем гражданам Республики Молдавы? Ну, во-первых, наверное, все граждане вздохнут более свободно, что нынешний состав парламента, нынешнего созыва уходит в историю. И уходит навсегда в историю. Мы находимся, во-первых, и в преддверии Нового года, поэтому хотелось бы пожелать всем мира и добра, и немножко, чуть больше душевного тепла, мудрости всем нашим гражданам. Потому что простые люди у нас очень мудрые, они все прекрасно понимают. Я хотела бы призвать наших граждан не поддаваться ни на какие давления, не бояться ничего. Мы сами имеем реальный шанс сейчас изменить свою ситуацию. Мы не должны доверять тем, которые подводили наших граждан уже столько времени, как было и в 2009 году, в 2010 году, в 2014 году, которые наобещали очень многое. И все эти обещания просто оказались пустыми. Потому что те, которые сегодня приносят какие-то пакеты, мы должны понимать, те, которые приносят какие-то подачки, в том числе и в виде каких-то улучшения дорог, или повышения заработной платы, или какие-то другие пенсионные подачки, это все окажется очень временно, в преддверии выборов. Все эти реформы делаются в начале мандата, а не в конце мандата. Поэтому люди должны прекрасно это понимать. Нам все вместе нужно сплотиться. Это единственный шанс. Оставить Молдову, чтобы она осталась Молдовой, независимой, суверенным государством, нейтральным государством. Защитить Молдову можем только мы, граждане, которые живущие. Мы не должны думать, что кто-то другой из другой страны придет и наведет порядок. А те, которые воровали весь этот период, конечно, сейчас они наобещают очень много, а потом будут то же самое делать. Спасибо, Владимира Петровна. Наш творческий коллектив телеканала Акчин-ТВ желает вам успеха в этом очень вашем непростом, сложной политической работе. И, в общем-то, понимая и разделяя судьбу страны, в которой мы живем, в которой мы работаем, связываем с политиками, которые трезво оценивают ситуацию, в которой находятся республики Молдова, связываем с этим политиками свое будущее. И желаем вам, искренне желаем вам победы, вам и партии социалистов. Нам всем вместе взяты. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях была председатель партии социалистов Республики Молдова Зенеда Кричан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова